Так, ну что, всем привет, ребят! Сегодня хотел сказать, что я распродал все свои кивы, распродал XRP, который я закупал здесь по очень дорогой цене в 1.58, 1.50, там еще до этого докупал по 60 центов, по 40 центов. Также распродал Zcash, который я продал, вернее покупал по 60 долларов, по 100 долларов, по 120, по 130, по 200 долларов, по 240 долларов, по 300 долларов. Сайт, на котором можно быстро и надежно заработать очень хорошую прибыль, это bull.eth.io. В данном проекте работают одни из лучших криптотрейдеров со всего мира, что делают очень выгодные сделки и часть от этой прибыли отдают клиентам данного проекта. Команда проекта упростили весь процесс и теперь для получения прибыли можно вложить любую сумму в эфире на любой срок и в любой момент вывести ее без обязательств и условий. Разберется даже ребенок. Я вложил в проект 3 эфира, так как уверен в данном проекте. Это один из лучших проектов на рынке, где можно делать реальные деньги на честной и прозрачной бизнес-системе. Ссылка на проект в описании под роликом. И на самом деле планирую ходить с рынка крипты, потому что действительно такое падение это просто невыносимо. И сколько можно терпеть вот эти падения, ну нужен же постоянный рост, поэтому... Я все-таки ухожу с рынка, потому что, ну, у меня нервы просто сдают после такого, ну, как бы, ну, за день мы упали, смотрите. Мы упали на целых 60%, ну, как такое можно пересиживать? Придется подождать аж целых 2 недели или даже месяц, поэтому, ну, нет, моя психика, она слишком слабая для этого, я слишком нежный, поэтому... Я распродал все свои активы, можете делать то же самое и уходить с рынка крипты. Вот, ну, а если серьезно, без юмора, то на самом деле херня это полная... Это коррекция, потому что ничего тут такого страшного нету. Упали мы на 50%, ребят, это отличная возможность докупиться в данный момент, либо кто хочет, можно сейчас докупаться, то есть мы по некоторым монетам там докупили в закрытом клубе, кто хочет, есть ссылка в описании, вот. И, соответственно, сейчас я уже неоднократно говорил и в предыдущих роликах, то есть, кто сейчас продаст, особенно кто закупался в долгосрок, там, ну, даже если в средний срок, то есть кто там закупал тот же АВАКС, допустим, сейчас тот же АВАКС, да, ну, вы совершаете большую глупость, то есть если вы закупились вчера, там, как я, да, ничего страшного, сейчас отличная возможность докупиться, в идеале, конечно, подождать разворота. Вот, по СОЛу, кстати, о, по СОЛу, кто хотел, можете сейчас докупаться в долгосрок, отличная возможность, в идеале подождать разворота, потому что, ну, то есть, если мы завтра, там, к примеру, отскакиваем, потом дальше падаем вниз, в идеале подождать до пятницы, вот. Но кто хочет докупиться сейчас, особенно в долгосрок, ну, в средний срок я сейчас бы не лез, в средний срок ждем отскока двухдневного, вот. Поэтому в плане долгосрока, если кто хотел, вот мы пришли к предыдущим ценам. Я, кстати, по соло снимал отдельный видос, и, как вы видите, биток провалился, я предупреждал, что может быть ситуация как по BNB, но многие не послушали, да, и, соответственно, залетели, наверное, вот здесь мы падали, смотрите, вот здесь мы упали, сейчас покажу, вот здесь тоже мы падали, поэтому, ну, то есть, ситуация абсолютно аналогичная, как по BNB, поэтому по рынку не пайтесь, ну, естественно, ничего я не продал, если кто вдруг юмора и Стёба не понимает, естественно, я ничего не продавал, особенно то, что я накапливал в долгосрок, но я не идиот, поэтому, ну, зачем. По поводу монет, две монетки мы закупили, не буду говорить, какие в закрытом клубе инфа есть, по поводу новостей тоже не паритесь по этому поводу, всё восстановится, ждём отскока по рынку криптовалют, если бы крупный капитал захотел бы втопить биткоин в пол, он бы это сделал. Если вы считаете, что это сейчас втопили, ну, если нас втопят тысяч на 20, там, ну, хотя бы даже до 30, мы закрепимся ниже, вот тогда начнётся реальная паника, и люди начнут продавать. Если бы такое крупный капитал сделал, это было бы вообще отлично, потому что потом мы, если мы упали на 50%, то мы должны отскочить как минимум на 100%, это, ну, как минимум, да, мы сделаем перехай вот здесь, там, 64 тысячи долларов, многим не верится, и многие считают, что, да как это так, не можем мы там пойти к этим отметкам. Мы пойдём, ну, понятное дело, это будет не за одну неделю, не за один месяц, возможно даже, то есть придётся подождать, я думаю, пару месяцев, это так точно, ну, то есть месяц как минимум. Вот, пока мы тут восстановимся, то есть мы пойдём куда-то сюда, здесь поконсолидируемся, потом здесь поконсолидируемся, и потом пойдёт выстрел наверх. Возможно, ещё какая-то коррекция будет возня, то есть мы сходим сюда, якобы закрепились, потом опять прольют, ну, и потом уже полетели наверх. Вот, как это всё будет? Ну, будем смотреть по ходу ситуации, кто сейчас продаёт, естественно, совершает огромную глупость, особенно если вы накапливали позиции в долгосрок. Вот, поэтому, если сейчас вы хотите докупиться, можете либо лимитники проставить ещё ниже, либо, соответственно, закупаться с текущих цен. Ну, желательно тоже лимитникам, потому что рыночным вам дадут не самую выгодную цену, а по лимитнику вам могут дать, ну, дешевле, чем оно есть. Ну, вернее, ну, то есть выгоднее, да, цену. Ну да, дешевле. Вот, поэтому по рынку крипты я вообще не переживаю, то есть ждём восстановления, то, что сейчас мы откатились. Понятное дело, вся 99% альты валится, потому что коррелирует с биткоином, если кто не в курсе. Вот, поэтому по рынку крипты я абсолютно спокоен, вообще никаких переживаний нет. И смотрите, у нас доминация подскочила, почему? Потому что пошёл перелив биток, потому что его начали выкупать, и она подлетала сегодня аж на 14%, но сейчас она в моменте 9,5%. Вот, поэтому доминация, естественно, отскочила, я думаю, может быть, она будет дальше падать, но если биток будет опять, ну, пампить и делать перехай 65 тысяч долларов, то доминация, конечно, будет расти, но потом она, возможно, уйдёт во флэт какой-то, да, вот здесь вот, либо, соответственно, ну, в какую-то консолидацию, либо пойдёт дальше наверх, и, соответственно, биткоин потом потянет за собой альты. Ну, то есть либо биток сначала поведут наверх, либо всё будет идти смежно, ну, то есть параллельно, да, одновременно мы будем идти и по битку, и по альтам, вот. Вот, поэтому всё восстановится, даже если прольют на 20 тысяч, ну, окей, хорошо, то есть докупимся ещё дешевле. То есть я считаю, частично сейчас можно докупаться, в какой-то степени усредняться, особенно в долгосрок. Вот, поэтому, если кто хочет, можете это делать, я буду закупаться по своей системе, вот. Поэтому, ну, чтобы меня не упрекали, что вот, цена там, ну, допустим, к примеру, завтра мы улетим обратно на 25%, мы могут сказать, что вот, я мог дешевле докупиться, окей, докупайтесь сейчас тогда, я буду закупаться по своей системе, вот. Вот, хотя мы по двум монетам докупились, ну, потому что я считаю, что сейчас частично по ним можно докупиться, но пролив, в принципе, ещё возможен, ну, возможно продолжение пролива. Вот, поэтому, по поводу биткоина, я уже говорил, здесь, ребят, смотрите, накопление порядка трёх месяцев, поэтому я вообще не парюсь по этому поводу. То, что сейчас пролили, всё правильно сделали, я бы сделал точно так же, и вы бы сделали точно так же. То есть, чтобы напугать толпу, вынести стопы, сделать ликвидацию, особенно, кто там, замаржен колить, те, кто с плечами торгует, вот, повыносить стопы, понагонять панику, повыпускать, там, противоречивые новости, что вот там, то биткоин у нас технология, то там Тесла инвестирует, то не инвестирует, то они продали биткоины, то они, то там Китай что-то запретил, ну, короче, такая хинея, вот это всё слушать, вот эти всё новости, понимаете, это вы сами себя накручиваете и начинаете вот это, ну, заниматься хернёй, вот, играть на своих эмоциях и начинаются, ну, естественно, эмоциональные качели, потому что большинство толпы, они же так и будут действовать, будут скидывать минусы и, соответственно, будут проигрывать на рынке, вот и всё, будут терять. Вот, поэтому я абсолютно спокоен и, действительно, как мне в комментах написали, зарабатывают только такие, как я, то есть абсолютно бронебойные, с толстой шкурой, да, но не в прямом смысле, в переносном, вот, те, кто не поддаются эмоциям, те, кто контролирует себя, не читают вот эти новости бесполезные абсолютно, которые ничего не имеют значения. Одно дело фундаментал, понимаете, а другое дело читать новости чисто спекулятивные, которые никакого отношения к делу не имеют. Ну, как они имеют, ну, скажем так, косвенно. Поэтому, если крупный капитал захочет, он опустит цену биткоина так и так, а не потому, что там вышла какая-то новость. Если он не захочет, если там хоть 100 новостей выйдет за день, понимаете, он всё это будет выкупать и будет держать цену на том уровне, на котором его выгодно. Вот и всё. Поэтому, как видите, ну, а зачем он тогда откупает, понимаете, если биткоин будут валить? Ну, понятное дело, он может ещё провалить, чтобы сейчас якобы показать, сейчас кто-то докупился и потом струсить уже окончательно всех, там, свозить его там на 30, на 25 и 20 тысяч долларов, чтобы уже окончательно все продали, разуверились в битке, что, ну, биток же скам, да, там, все же кричали по 5 тысяч долларов, потом он сходил почему-то в 10x, да, там дал, или даже почти 12x, до 60, там, 5 тысяч долларов, ну и, соответственно, потом, естественно, биток валится, биток скам, биток идёт в рост, биток революционная технология, там, или остальные криптовалюты, там, и так далее. Вот, поэтому, ну, как я и говорил, то же самое, как по XRP, была чистая спекуляция, то есть мы провалились, ну и чё, ну, то есть мы упали здесь хорошо, тоже там на 60-70%, и по итогу потом сходили, смотрите, с данных отметок мы сходили на 8x, это слабо, да это офигеть, насколько много, понимаете, и, ну, чистая водоспекуляция, чтобы потом помпануть цену, да и всё, и дальнейшее движение Ripple будет выше 2 долларов, это я вам обещаю. Вот, поэтому, понятное дело, я могу ошибаться, но, судя по графику, и судя по тому, как сейчас начинают сбоевать толпу, движение ещё, ну, даже не началось, вот. Поэтому 100 тысяч долларов мы увидим по битку, и перехай увидим, и по эферу там 5 тысяч долларов, поэтому, не паяйтесь, всё восстановится. Вот, основной мой месседж, естественно, что покупайте, когда все в панике, и продавайте, когда у всех радость, эйфория, там, какое-то счастье, да, что вот, надо закупаться на зелёных свечах и так далее. Ну, и, естественно, помните, что, конечно же, я всё продал, как бы, всё продал и вышел в минуса, в ноль, там, зафиксировал свои, там, минуса, да, и, соответственно, буду дальше распродавать, потому что же, почему же рынок так несправедлив, и после такого сильного роста пошла коррекция, ну, просто, честно, детский сад. Вот, поэтому можете тоже распродавать всё, можете паниковать, можете дальше терять деньги, ну, либо можете присоединиться в закрытый клуб и избежать данных ошибок. Вот, всем удачи, всем пока. Честный и прозрачный проект, где можно делать до 9% прибыли в день на стабильной основе, это был eth.io. Ссылка на проект в описании.